В украшении города по сравнению с 2009 годом не будут использованы ампельные кашпо и цветочные пирамиды. Здесь, к сожалению, надо немного о грустном сказать. На многих территориях все то, что есть на этих территориях, в том числе и наши вазоны, и в том числе ампельные кашпо, и наши пирамиды, очень, опять же, пользуюсь возможностью, очень хотелось бы напомнить, что все это, ценности, все это не только стоит денег, но все это и труд людей, кто создавал эту красоту, кто сажал эти цветы, кто ухаживал за ними. Поэтому очень хотелось бы обратиться ко всем. Помните, пожалуйста, об этом труде. Помните о наших жителях, о детях, внуках, гостях города. Когда кто-то рядом с вами пытается это разрушить, сломать, вырвать, растоптать, замарать, украсть. Потерпевшими в этом будем все мы, поэтому я бы очень хотела попросить вас, уважаемые норвитяне, не будьте равнодушными, берегите все это, помните о том, что это наше и для нас. Тогда вместе мы сможем в дальнейшем украшать еще лучше, еще больше наш любимый город. Наверное, это и частичный ответ на вопрос, почему чего-то не будет в городе. Частичный ответ на вопрос. Ну и если говорить о том, что немного новое будет, в прошлом году были выполнены посадки только летних цветов, многолетники в прошлом году не высаживались. В этом году мы будем создавать две посадочных площади с декоративными кустарниками, с многолетними посадками, и, как я уже говорила, будут высажены тюльпаны. Оттого расцветут они в следующем году весной. Станет наш город еще красивее или нет, это и наша общая задача, не только задача нашей службы и фирм, которые с нами работают. Это задача всех нас. Ну и я, заканчивая разговор о красоте, которую создают в городе, хотела бы тоже напомнить, что уход за деревьями – тоже обязанность собственников территорий. Но помните, пожалуйста, дерево, оно как живое существо, и неправильный уход за деревом может его погубить. Поэтому и существуют определенные требования. Существует разрешение на вырубку, существует разрешение на уход за деревьями. И заниматься этим должны специалисты, то есть те, кто квалифицированно может это сделать. Поэтому выполнять самим что-то и не разрешается на административной территории города. Необходимо оформлять бумаги. Ну а тот момент, о котором мне тоже бы очень хотелось сказать. Есть разные моменты в службе, есть разные моменты в нашей работе. Но поблагодарить все-таки хочется всех тех председателей квартирных, гаражных, садоводческих товариществ, которые с пониманием и объективно относятся ко всем моментам, к нашим целям, задачам, к нашим требованиям, в конце концов. И помогают нам выполнять вот это дело по благоустройству, по озеленению, по уходу за территориями. Спасибо. Великолепные цветы, свежая зелень, красивые клумбы. Это все прекрасно смотрится, в принципе, на чистой территории. Поэтому вопрос, Лариса Владимировна, в первую очередь к вам. Скажите, будут ли какие-то общественные работы, вернее, будут ли призвана общественность в этом сезоне на уборку города? Не обязательно это должно быть на чистой территории, но дело такое, что наши чиновники очень хорошо рассказали о том, какие у них обязанности есть. Но так как мы все живем в одном городе, то мой, конечно, призыв прежде всего к общественности. И дело, о котором я буду говорить, именно общественное дело. Субботник – это любимое слово мое, потому что именно в субботник ощущаешь, как каждый и молодой, и пожилой человек, и просто дети маленькие, они могут нести свой вклад в развитие города. И поэтому в этом году мы призываем наших норвитян 1 мая вместе с нами выйти на субботник. Есть такие территории, которые традиционно убирают какие-то учреждения в городе. Прежде всего, школы наши, они всегда это делают добровольно, именно во время субботника. Они помогают не только в уборке своих территорий, но и вместе со школьниками мы всегда убираем или липовую ямку, или набережную реки, можем привести в порядок тёмный сад. Но это именно такая вот акция, которая проводится один раз. А вот 1 мая, наверное, хотелось бы, чтобы вышли и наши квартирные товарищества. Потому что, правильно сегодня говорили, весна начинается с чистоты, весна начинается с того, чтобы было легче дышать, чтобы было красиво, чтобы мы радовались той зелени, которая появляется в городе. И мы знаем, что 1 мая были и республиканские акции по уборке, были и наши городские. И давайте воспользуемся тем, что это будет праздник мира весны и труда, и приведём наш город в порядок. Какие это будут объекты, мы пока не можем сказать, но жители, наверное, знают, что когда мы молодёжные субботники проводим, то для молодых тогда мы и музыку организовываем, и какое-то чаепитие, и так, чтобы ребята чувствовали, что их могут поблагодарить за тот хороший вклад, который они вносят в жизнь нашего города. Итак, я надеюсь, что 1 мая у нас будет замечательный день, будет светить обязательно солнце, и мы все вместе поработаем на благо нашего города. Уважаемые нарветяне, вот такими весенними заботами города заняты наши службы. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова